Добрый вечер, дорогие коллеги! Позвольте мне начать свое выступление словами благодарности организаторам за приглашение и за честь открыть это мероприятие. Я сегодня, как и все спикеры, буду говорить об энергии, но не об энергии в духе нефти, газа, углеводородов, а об энергии в переносном смысле, об энергии коллективного действия, об энергии, которая двигает сообщество, энергии, которая создает их и преобразовывает. И для того, чтобы чуть более сфокусировать тему сегодняшнего разговора, я предлагаю вам сейчас вместе со мной перенестись на 380 лет назад на корабль под названием «Арбелла», который в 1630 году, покинув один из английских портов, направился в сторону американского континента. На этом корабле помимо команды находилось 35 будущих колонистов, основателей колонии Массачусетс Бэй, и их предводитель, гениальный химик, блестящий философ, яркий протестантский проповедник по имени Джон Уинтроп. И когда американский континент уже показался в зоне непосредственной видимости, Уинтроп пригласил всю свою паству на палубу и, указывая рукой в сторону будущего залива Массачусетс, произнес фразу, которой было суждено изменить облик американской культуры. Он произнес фразу из Евангелия «И будем мы подобны граду на холме, и взгляды всех народов будут устремлены на нас». Эта фраза в огромной степени предопределила утопичность американского самосознания. Эта фраза только в течение 20-го столетия трижды использовалась американскими президентами в их инаугурационных выступлениях. Эта фраза, которая в большей степени определила американскую культуру, чем американская культура определила эту фразу. В 21-м веке, к слову сказать, Барак Обама уже успел использовать эту метафору в одной из своих публичных обращений. Собственно, если зацепиться за эту идею града на холме, то можно сказать, что в ней выражена вся квинтэссенция утопического воображения. И одна из проблем для современной социологии, социология, которая имеет дело постоянно с проблемой соотношения воображения и действия, это вопрос о том, как соотносится утопический образ и то, что он за собой влечет, те действия, которые ему следуют. Один из возможных ответов, который мне наиболее симпатичен, это соотношение в духе эфиралгана у пса и стакана с водой. То есть в тот момент, когда утопический образ попадает в некоторое сообщество, начинается то, что Максим назвал бурление. Это один из самых первых терминов социальной теории, эфирос, откуда потом эфиралган-то и произойдет. Иными словами, если социология берется за проблему соотношения воображения и действия, то в отличие от кибернетики, которая тоже рассматривает проблему энергии и информации, для социолога воображение всегда comes first. Все начинается с образа, все начинается с возможности вообразить некоторое будущее сообщества, некоторое будущее положение дел. Если возвращаться к теме сегодняшней нашей встречи, теме новых энергий, то для социологии новая энергия и утопия связаны непосредственно. Невозможно понять утопию без инновации и инновацию без утопии. Всякое инновационное действие по сути своей глубоко утопично. Собственно, для меня вопрос утопии это скорее вопрос пробок на МКАДе, потому что люди, которые живут в этом городе, они знают, что такое утопия не понаслышке. Если в 20-30-е годы архитекторы, которые приезжали в Москву, говорили, что это город, живущий на стыке истории и утопии, потому что то, что они делали с этим городом тогда в своих проектах, по-моему, архитекторы сегодня будут выступать и скажут, что это гораздо лучше меня, но до такого издевательства не доходил, пожалуй, еще никто. Сравните на секундочку. То сегодня мы могли бы сказать, что Москва — это город, живущий на стыке разных утопических проектов. Москва — это город, в котором разные утопические проекты, вытащенные из своих культурных контекстов, странным образом срослись, образуя новый тип пространства. Это то, что Мишель Фуко называет гетеротопическими пространствами. И в этом смысле современная утопия гораздо более повседневная вещь, чем утопия 16-17 столетий. Тем не менее, именно в 20-м столетии происходит что-то, что заставляет социологов пересматривать свое понимание того, что такое утопическое действие, утопическое воображение. После 1968 года, когда студенты выходят на улицах практически во всех крупных городах, далеко не только в Париже, далеко не только в Европе, но и в Штатах, идея утопического всплеска, утопического действия, идея разрыва сложившихся рутин плавно уходит со сцены. И более того, например, Хабермас начинает говорить о том, что сегодня утопия уже мертва. Мы живем в мире, в котором утопическая энергия исчерпана. Мы живем в мире, где студенты больше не выходят на улицы, потому что им нечего сказать, говорит он. Мы живем в мире, где, по большому счету, утопии места не остается. И этот вопрос, который он ставит, правда, он, надо сказать, ставит его прямо накануне создания Евросоюза, как одного, может быть, из последних больших утопических политических проектов. Но, впрочем, является ли он утопическим проектом, это большой вопрос. То есть если серьезно разобраться, является ли Евросоюз утопией, непонятно. Во всяком случае, не той утопией, о которой мечтали классики. Но, тем не менее, если мы сейчас задумаемся о том, есть ли утопическому место в нашей жизни, то, пожалуй, вопрос Кабермаса перестанет звучать как праздное теоретизирование. Давайте попробуем вернуться к идее соотношения утопического образа и коллективного действия. Что же такое утопический образ? Попытаемся расшифровать этот утопический образ. Во-первых, утопия и утопическое воображение — это то, что живет на стыке телесного и визуального. Если мы посмотрим на средневековые города, то это очень телесные города. Улочка средневекового города предполагает, что вы должны вписываться в нее всем телом. Она исключает возможность взгляда со стороны. Средневековый неутопический город — это город, в котором вы не можете занять позицию отстраненного наблюдателя, потому что узкие улицы, кривые, поток людей утаскивает вас. Сейчас это туристы, до того это были жители этого города. Там нет ничего подобного району Дефанс в Париже. Там нет возможности отстраненного наблюдения, нет позиции привилегированного наблюдателя. Это классический способ структурирования пространства утопическим воображением. Утопия — это тирания взгляда, говорит Мишель Десерто. Утопия — это паноптическое видение. Если мы вернемся к истории с Джоном Уинтропом и к пороснику Арбелло, то мы видим, что это очень серьезная разница между тем, если бы они спустились на берег американского континента и начали говорить о граде на холме, и между тем, когда они, находясь на палубе этого корабля, указывают в сторону холмистого побережья. Второе — это принципиальное различие между временами. Утопия — это не просто будущее время. Утопия — это будущее совершенное время. Это не future continuous, это не future simple, это future perfect. Это modo futuri exacti. То есть такое время, которое уже завершилось, но где-то в будущем. Невозможно сказать, через 4 года мы будем строить город-сад. Это как-то не звучит немножко. Через 4 года здесь будет город-сад. И будем мы подобно граду на холме. Это всегда завершенность. Утопия не знает открытых горизонтов. Утопия всегда предполагает некоторую замкнутость и герметичность. У нее нет продолжения. Она сама есть конец истории. В отличие от, например, времени настоящего, которое всегда состоит из каких-то рутинных, повторяющихся привычных действий. Мне кажется, третье различие, третья позиция — это позиция между повседневной и рутинной жизнью, жизнью, которой мы живем все так или иначе, когда садимся за руль и заводим машину, когда спускаемся в метро, когда включаем ноутбук, когда заканчиваем очередной отчет к концу очередного года. Жизнь, которая состоит из некоторого непроблематичного набора обыденных, естественных, не требующих никакой рефлексии действий, и чем-то трансцендентным, выходящим из-за этот порядок, выламывающимся из него, чем-то, что требует предельного отстранения от своей повседневной жизни. Люди, которые сели на парусник Арбелла, — это люди, бросившие все нажитое непосильным трудом ради того, чтобы создать принципиально новый герметичный замкнутый мир. Вот что интересно, что если мы еще раз посмотрим на то, из чего состоят наши повседневные практики, если мы сейчас всерьез зададемся вопросом о том, из чего на самом деле соткана наша с вами повседневность, мы обнаружим, что вот этот третий код утопии, третье пространство, в котором оно реализовано, в современном мире уже звучит несколько иначе. Потому что в отличие от времени Томаса Мора и даже от времени Хабермаса, современный мир гораздо более фрагментарен. Те форматы, в которых мы взаимодействуем друг с другом, сегодня очень сильно отличаются своим разнообразием и, опять же, герметичностью. Когда вы одновременно строите замок в компьютерной игре, отвечаете на электронную почту, где-то рядом играет любимая музыкальная композиция и параллельно без звука включен телевизор, это, в принципе, не тот мир, о котором говорит Хабермас, и не тот мир, в котором он живет. Сегодняшний мир в этом смысле гораздо более состоит из складок, в которых вот это утопическое воображение имеет возможность просочиться. Даже создавая свой собственный блог, вы создаете гораздо больше, чем просто собственный блог. Вы создаете свой собственный мир со своими правилами игры, и потому особенно интересно изучать те первые комменты, которые всегда висят над всеми остальными, которые определяют правила поведения в этом блоге. Иными словами, если мы еще раз все-таки внимательно посмотрим, как организована сегодняшняя повседневность, мы поймем, что в ней есть место утопическому воображению. И ничто так не делает это возможным, как, например, появление новых технологий, например, игры Second Life. Знаете, это многопользовательская игра, в которую перемещается значительная часть неповседневных форм активности. Ну, например, на данной картинке вы видите, как проводится семинар в университете Мельбурна. Университет Мельбурна перевез в мир второй игры часть своих лекционных занятий и семинарских тоже. Иными словами, находясь где-нибудь в Канаде, вы можете поступить в университет Мельбурна в игре «Вторая жизнь», завести себе аватар и посещать занятия, вести конспекты, сдавать экзамены и в конечном итоге получить диплом университета Мельбурна. Правда, это потребует от вас пребывать за компьютером примерно 6-7 часов в день, но кто из нас не проводит за компьютером 6-7 часов в день? В мире, где вы проводите за компьютером 6-7 часов в день, утопия больше не существует на уровне больших политических нарративов. Утопия – это больше не привилегия масс, которые производят политические изменения. Утопия больше не дело революционеров. В мире, где вы проводите за компьютером 6-7 часов в день, общаясь по скайпу, заканчивая проект, обсуждая возможности нового проекта, это мир, где утопии есть место даже на микроуровне. Именно благодаря его фрагментарности, складчатости, неочевидности и неоднозначности. И становится возможным в последние 20 лет то, что было невозможным даже в 80-е годы, когда Хабермас громогласно провозгласил смерть утопии, смерть утопического воображения. Утопическое воображение перестает быть привилегией больших политических игроков. Утопия и повседневность перестают противостоять друг другу, как, например, телесное и визуальное. Утопия переходит в форматы повседневных взаимодействий. Она просачивается. Она просачивается в повседневную жизнь. С одной стороны, это, конечно же, меняет утопическое воображение. Это больше не воображение религиозных фанатиков или революционеров. Это воображение обычного нормального клерка, который, свободный от своей клеркской деятельности, офисно-планктонный, например, занимается созданием принципиально нового мира в игре «Цивилизация», о которой, впрочем, уже давно никто не играет. Это воображение, которое подпитывается в большей степени неповседневными формами активности. Это воображение, которое полностью абсорбирует литературу и делает эту литературу частью повседневности. Это одна из причин, почему современный мир гораздо более повествователен, чем, скажем, 50-60 лет назад. Это изменение повседневного воображения проявляется, например, в том, что меняются форматы взаимодействия. Обратите внимание на то, что диверсификация таких форматов, которые социологи часто называют фреймами, сегодня происходит очень стрим... Например, сегодняшнее наше с вами взаимодействие — это одна из таких форм. Люди TEDxGroup создали новый формат взаимодействия, смешав несколько уже существующих, правда, но ничего не создается на пустом месте. И отсюда возникает, да, если мы вернемся к вопросу Хабермаса, вопрос уже чисто теоретический. Что происходит с утопией, когда утопическое воображение уходит в повседневный мир, перестает противостоять ему и начинает двигать какие-то повседневные активности? Ну, понятно, что это меняет формы, например, производства искусства. Это меняет, например, формы организации проектов, потому что проекты теперь могут, например, обсуществляться в такой вот прекрасной табула расы обстановки. В какой мере это меняет повседневный мир? И в какой мере это меняет наши с вами возможности коллективного действия? Первый вопрос чисто теоретический. Тогда как второй, о том, можем ли мы использовать эту новую энергию утопического воображения в своей повседневной жизни, вопрос уже гораздо более практический, и я адресую его вам. Спасибо огромное за внимание. И еще раз спасибо организаторам. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok